Всем привет! С вами Ольга Чайка на канале Чайка-Чертила. Как положено друзьям, все мы делим пополам, пополам, пополам. Я сегодня про полы, а не про дружбу, поэтому не переключайтесь. Это очень важный ролик про проектирование полов. Я расскажу вам 6 главных правил, о которых я знаю, и расскажу вам про всякие разные тонкости. Короче, если вы на меня подписаны, подписаны вы на меня именно ради таких роликов. Правило номер один. Не выпендривайтесь. Ваше ах, какое интересное решение может вам очень быстро надоесть, а при этом перестилать полы смерти подобно. Полы это всегда полноценный ремонт. Это не стенку перекрасить и не обои переклеить. Поэтому 200 раз подумайте, прежде чем делать что-то супероригинальное именно с полами. Правило номер два. Не дробите. Это значит, что чем меньше разнообразие в отделке пола, тем лучше. Речь идет не только о цвете, речь идет еще и о тоне. Сощурьте ваши глаза. Посмотрите вниз. Вы увидите именно тон вашего пола. Что у вас светлее, что у вас темнее. Наш глаз устроен так, что светлый оттенок всегда нам кажется ближе, темный оттенок всегда нам кажется дальше. Соответственно, перепад от белого к черному будет смотреться просто ступенькой. Это я сказала про самый кардинальный перепад. Перепад от серого к черному будет тоже смотреться ступенькой. Не хотите в своей квартире спотыкаться на ровном месте, не делайте сильные перепады по тону. Правило номер три. Выбирайте напольные покрытия по условиям эксплуатации. Что это значит? Это значит, что у нас с вами есть всего три типа зон. Первая зона – это зоны повышенной проходимости. К зонам повышенной проходимости можно отнести однозначно прихожую. Второй тип зоны – это влажные зоны. Влажные зоны – это наши санузлы. К влажным же зонам можно отнести кухню. Кухня находится на стыке двух этих зон. Она является зоной и повышенной проходимости, и влажной зоны, потому что там у нас есть подключение воды. Третий тип зон – это все наши приват-зоны. Приват-зоны – это наши с вами комнаты. Наши с вами спальни, наши с вами детские, наши с вами гостиные. Если вы поверили в мое правило номер два – не дробить с напольными покрытиями, мы все равно понимаем, что в нашей квартире будет как минимум два типа напольных покрытий. Первый тип напольных покрытий – это то, что годится и для суперпроходных помещений, и для влажных зон. Можно взять, допустим, керамогранит. Керамогранит отличается от плитки тем, что, скорее всего, на нем не останется никаких дорожек в процессе эксплуатации. Потому что керамическая плитка чаще всего имеет сверху глазированную поверхность, которая в процессе эксплуатации может протаптываться. На керамической плитке в процессе эксплуатации могут оставаться дорожки, а на керамограните – нет. Все дело в том, что она очень боится воздействия абразива, то есть песка, который у нас сваливается с наших ботинок в прихожей, который мы приносим с собой в нашу квартиру. Покрытие для приват-зон нужно выбирать теплое, приятное, тактильное, приятное для босых ног, то есть то, где вам будет комфортно ходить босыми ногами. Я сразу отвечаю на вопрос – ламинат или инженерная доска? Я всегда за натуральную поверхность, я всегда за инженерную доску. Почему инженерная доска, а не массив? Потому что инженерная доска – это когда пол ради вас, а не вы живете ради пола. Массивная доска требует достаточно много внимания, то есть там нужно, чтобы воздух был влажный и так далее, и так далее. Поэтому, если мы выбираем из удобных, легких в эксплуатации материалов, я бы выбрала инженерную доску. Ламинат однозначно занимает свои позиции на рынке, и более того, я делала в инстаграме опросы, что у вас на полу, и 70% подписчиков мне ответили – ламинат. Естественно, ламинат очень удобный, очень недорогой, но если вы можете потратить на ваши напольные покрытия чуть побольше денег, я за инженерную доску, именно потому что этот материал натуральный и материал очень тактильный. Вопрос – какое напольное покрытие укладывать на кухне? С точки зрения эксплуатации, кухню можно достаточно условно отнести к влажным зонам, то есть такого попадания воды, как в санузлах, там, естественно, нет. Но при этом укладывать туда паркет, инженерную доску, массивную доску я бы не рискнула. Поэтому кухня – это или керамогранит, или ламинат, если у вас в комнатах ламинат, но при этом надо выбирать позиции, которые являются влагостойкими. Можно сделать пробковое напольное покрытие, можно сделать кварцвинил. Про кварцвинил мы пока вообще ничего не сказали, могу сказать только одно. Кварцвинил – это единственный пол, который можно полностью застелить во всей квартире и в санузлах тоже. Поэтому, если у вас стоит именно такая задача, посмотрите на этот материал более пристально. Пробковое напольное покрытие. Хочется остановиться на нем поподробнее. Пробковое напольное покрытие оригинально по внешнему виду. Пробковое напольное покрытие очень теплое для ноги, но оно очень мягкое. Те, кто живут с пробковыми полами, жалуются только на одно, что пробковые полы очень мягкие и на них остаются следы. Но в то же время пробковый пол достаточно легко реставрируется. Поэтому, если вы хотите выбрать именно эту поверхность – велкам, вполне можно это сделать. Четвертое. Раскладку напольных покрытий продумываем заранее. Если у вас помещение сложной формы, если у вас много изгибов в этом помещении, если оно неправильной формы, вас спасет диагональная раскладка. Раскладка по прямой. Раскладка по прямой чаще всего делается от двери к окну. Если мы говорим с вами про мелкий формат, допустим, ламината, инженерной доски, мелкий формат штучного паркета, можно сделать традиционную раскладку елочкой. Я очень люблю раскладку двойной елочкой. По стоимости получается такая же цена, как у простой елочки, при этом выглядит очень оригинально. Есть раскладка, которая называется французская елка. Это очень дорогая раскладка, если мы говорим про штучный паркет, потому что каждая плашка запиливается под углом 45 градусов. Если мы говорим про керамогранит, у керамогранита существуют позиции, которые изначально имитируют эту французскую елку. Но стоимость такого керамогранита будет дорогая, дороже где-то в два раза, чем керамогранит такого же формата, запиленный по прямой. С раскладкой всегда идем от самого видного места. Если у вас из прихожей есть вход в санузел, у вас прихожая лишит керамогранит, то в санузел можно затечь именно этим же керамогранитом. С точки зрения дизайна смотреться это будет очень хорошо. Однако, с точки зрения снипов история выглядит не так оптимистично. По снипам уровень пола в нашем санузле должен быть на 2-3 сантиметра ниже, чем уровень пола во всей остальной квартире. К счастью, пока к этому снипу не придираются, и большинство из нас делают пол в один уровень. Если вы будете делать пол в один уровень, соответственно, рекомендую вам затечь тем же напольным покрытием. Стыковка напольных покрытий. Стыковка напольных покрытий делается ровно по центру дверного полотна. Соответственно, вам необходимо выбрать модель двери, потому что какие-то двери идут полотном за под лицо со стеной, а какие-то двери идут полотном за под лицо с наличником. Поэтому уровень будет одинаковый. Вы выбираете модель двери и запрашиваете по этой двери конкретную техничку, вид сверху. И, соответственно, относительно этой технички делаете стык ваших напольных покрытий. Если ваши напольные покрытия с двух сторон оба приклеиваются к основанию, можно обойтись с помощью демпферной прокладки. Демпферная прокладка – это либо пробка, либо жидкая пробка, либо силиконовая демпферная прокладка. Какие покрытия клеятся к основанию? Понятно, что к основанию жестко клеится керамическая плитка, к основанию клеится керамогранит, к основанию клеятся некоторые виды кварцвинила, некоторые виды пробки, к основанию клеится инженерная доска, к основанию клеится массив, и к основанию клеится штучный паркет. Ламинат укладывается плавающим способом. Некоторые виды кварцвинила укладываются плавающим способом. Некоторые виды пробки укладываются плавающим способом. Соответственно, вам никто не даст гарантию на эти материалы, если вы их положите на клей. Если стыкуются две поверхности, одна из которых клеится, а вторая укладывается плавающим способом, вам не обойтись без порожка. Порожек может быть Т-образный и порожек может быть З-образный. З-образный порожек приятен тем, что он по толщине оказывается в два раза тоньше, чем Т-образный порожек на выходе, потому что он закрывает с собой только ту поверхность, которая у нас не клеится к основанию, а которая укладывается плавающим способом. Соответственно, у нас нижняя сторона нашего З-порожка заходит в клеевой состав, которым мы приклеиваем наш керамогранит, а верхняя плашка прикрывает, допустим, наш ламинат. Укладчики могут со мной поспорить и сказать, что З-образный порожек очень сложный порожек, потому что не каждую раскладку можно сделать при таком порожке. То есть надо понимать, что мы изначально нашей поверхностью стартуем от этого порожка и идем раскладкой в обратном направлении. Принципы раскладки напольных покрытий, о которых я только что сказала, очень хорошо можно увидеть в одном из проектов, например, вот в этом. При входе здесь у нас уложен керамогранит, который затекает в туалет. В другой части квартиры у нас уложен этот же керамогранит, который затекает в ванну. Почему используется одинаковое покрытие? Потому что оба этих покрытия видно из гостиной. Здесь у нас по центру помещения другой керамогранит, это зона кухни. Он же затекает во второй санузел. В гостиной у нас уложен на полу массив, а в комнатах у нас ламинат. Соответственно, стыки пола у нас организованы под дверным полотном. Красным здесь показан стык пола между керамогранитом и между массивной доской. И как раз используем мы демпферную прокладку из технической пробки. После того, как вы сделали план раскладки напольных покрытий, необходимо запросить у производителя всю информацию по поводу того, на что эти напольные покрытия укладываются. Я обязательно делаю в проекте лист, который называется «Узлы напольных покрытий». Сделано это для того, чтобы весь пол мы могли вывести в один уровень. Соответственно, прораб отбивает уровень чистого пола. У нас есть информация по пирогу каждого пола, на что он уложен. И мы просчитываем высоту нашей стяжки. И выходим мы в ноль на один уровень благодаря перепаду вот этих вот высот. Шестой пункт, о котором я хотела бы сказать, это плинтус. Плинтусом можно объединить всю квартиру вместе. Поэтому я рекомендую использовать плинтус одинаковый, независимо от того, какое напольное покрытие вы используете. Например, в одном помещении у вас стыкуется керамогранит, и он переходит в ваш ламинат или вашу инженерную доску. Сделайте плинтус от ламината по всему помещению. То есть не надо в зоне керамогранита делать запил плинтуса кабанчиком, как это было принято раньше. Плинтус. Какой плинтус выбрать? Плинтус может быть под цвет пола, плинтус может быть под цвет дверей, плинтус может быть покрашен в цвет стен, плинтус может быть в цвет наличников дверей. То есть вовсе не обязательно двери одного цвета с наличниками. Иногда бывает такое стилистическое решение, когда дверь у нас одного цвета, а наличник у нас другого цвета. Косяк номер один в ремонте, связанный именно с укладкой напольных покрытий, это плинтус неправильно стыкуется с наличником двери. Что это значит? У меня тут волшебным образом появились на столе плинтуса и наличники, то есть разные формы прогоны, и я вам сейчас продемонстрирую. Обратите внимание на толщину плинтуса и толщину наличника. Я имею в виду не высоту этих материалов, не ширину этого прогона, а именно толщину. Если у вас плинтус тоньше, чем наличник, это идеальная ситуация. Вот этот прогон будет имитировать плинтус, а вот этот прогон будет имитировать наличник. Плинтус у нас взят максимально тонкий, это 1 см, а наличник у нас более толстый, здесь 13 мм. Соответственно, мы берем плинтус и пристыковываем к наличнику. Здесь хорошо видно, что не нужно делать никаких других запилов, не нужно делать никакого особенного подхода. Поэтому тонкий плинтус и широкий наличник – это история идеальная. На что хочу обратить внимание. Если вы укладываете ламинат, ламинат укладывается, как я говорила, плавающим способом, и этот материал не может вплотную подходить к вашим стенам. Там необходимо делать отступ минимально 1 см. Если у вас помещение очень большое, то отступ надо делать еще больше. Соответственно, о таком тонком плинтусе нам придется забыть. Рассматриваем вторую ситуацию. Если наш плинтус толще, чем наличник, берем этот же наличник и берем другой прогон, который будет имитировать плинтус. Вот такой вот высокий прогон. Подводим огно к другому. Вот у нас наличник двери, и вот у нас подходит плинтус. Очень хорошо видно, что здесь образуется ступенька. Что мы будем делать с этой ступенькой? Есть всего три варианта решения этого вопроса, когда плинтус шире, чем наличник. Первое – это сделать достаточно массивный подпятник. Посмотрите на экране, сейчас появится фотография, как это выглядит. Второй вариант – это когда ваш плинтус запиливается под углом 45 градусов и разворачивается к стене. Третий вариант, который я больше всего люблю, потому что он может поженить любой плинтус и любой наличник. Когда плинтус запиливается под углом 45 градусов и уходит в пол. То есть вот так вот у вас выглядит прогон вашего плинтуса. Здесь запил под углом 45 градусов, и вот так вот он разворачивается, уходит в пол. Соответственно, у нас красивая пристыковка к нашему наличнику, который смело может быть более тонкий, чем ваш плинтус. Друзья, тема укладки напольных покрытий, общих принципов укладки напольных покрытий, моя любимая тема «Плинтус и наличник» мной раскрыта. Пишите, нужно ли делать какие-то детальные обзоры, интересуют ли вас какие-то конкретные производители. Может быть, вас интересуют сравнения каких-то характеристик, допустим, выбираем мы между кварцвинилом и ламинатом. Пишите обо всем об этом в комментариях, будем рассматривать. С вами была чертовски полезная Ольга Чайка на канале Чайка Чертила. Подписывайтесь на этот канал, подписывайтесь на мой инстаграм и жду ваших комментариев.